Осенью и зимой очень быстро темнеет. Днем большинство работает, и домой мы приходим только когда уже стемнело. Эта часть сада со временем показалась мне скучной. Да и чем меньше травы, тем меньше ухода в моем саду. И я решила посадить здесь декоративные кустарники. Но тут в голову пришла идея создать заборчик из веток. Он пока немного еще не доделан. Зимой купила гирлянды на Рождество и прикрепила к колышкам. А кто сказал, что светодиодные уличные гирлянды должны украшать наш сад только на Рождество и Новый год? По-моему, это очень красиво и практически весь год. Электричество такая гирлянда потребляет от 1 до 3 кВт в месяц. Я не гуляю зимой вечерами по саду. В лучшем случае посижу, покачаюсь в гамаки немного. Но я очень часто смотрю на сад из окон и сквозь узкое окошко во входной двери. И то, что я вижу, мне очень нравится. А еще больше меня радует, когда вечером приезжаю домой и мне не надо включать лампу мобильника, чтобы дойти до двери дома и нащупывать замочную скважину, чтобы открыть дверь. Мою дорожку освещает гирлянда длиной 24 метра. На ней 1200 LED лампочек. Подключена она через таймер к сети и загорается, когда начинаются сумерки и примерно до 12 часов ночи. Это как вы сами себе настроите. Перед дверью у меня другая гирлянда. Тоже 24 метра, но 480 LED лампочек. Я ее просто обмотала вокруг балок. Если у вас есть старый, возможно, сломанный детский велосипед, то не спешите его везти на свалку. Из него получится очень классный арт-объект и летом, и зимой. Покрасьте его из баллончика и прикрепите кашпо для цветов. На такой велосипед можно установить и освещение. Тоже смотрелось бы очень красиво в темное время суток. Начало зимы в саду, наверное, любят все. Белый пушистый снежок сменяет унылые цвета поздней осени. Но и сугробы красиво смотрятся. Свет от моей гирлянды после метели выглядело особенно завораживающе. Какой-то сказочный вид. Глаз не оторвать.